Благословите, Владыка. Добрый вечер, отцы, матушки, детки. Сегодня мы продолжим, так скажем, экскурс в XIX век в Японию, когда туда прибыл выдающийся миссионер, отец Николай Касаткин. Вот мы говорили о том, что отец Николай начал свою деятельность с изучения языка и с ознакомления с культурой, бытом и историей страны. И вот, конечно, он пришел в эту страну, отец Николай, бороться с язычеством и проповедовать христианство. И в данном случае было у него, наверное, два пути. Первый – это резкое осуждение синтоизма и буддизма, и конкурцианства, те основные, которые были верования, религии в Японии. Резкое осуждение как заблуждение, невзирая ни на какое там происхождение их, ни на историю народа, и ни на искренние духовные поиски в течение столетий лучших их представителей, в общем-то, по-своему, жаждущих и алчущих правды. Этот путь мог бы быть для апостола Японии путем праведного гнева, ревности пророка Ильи, сердечным желанием свести огонь с неба на храмы языческие. Но мог быть и у него другой путь – понимание духовных исканий и исторических процессов, и тех зерен добра и правды, тех отцветов божественного откровения, которые все-таки были в этих ложных учениях и как бы подготавляли народ к принятию истинных христианств. На этом втором пути должно было, не оскорбляя религиозных чувств язычников, привести их к осознанию неполноценности их древних религий. Вот отец Николай ощущал Японию, в общем, как поле созревшей жатвы. Но к подвигу жатвы надо было готовиться, готовиться и умудренно, и нравственно. Через 8 лет пребывания в Хакадате, в напряженном изучении языка, культуры и быта Японии, отец Николай стал не только ученым-востоковедом, но и настоящим монахом, пройдя через горнило духовной борьбы. Но вот мы говорим 8 лет изучения языка, культуры, быта. Но хочется немножко на этом остановиться, на некоторых моментах, которые мне кажутся, в общем-то, интересными, но и без которых, я думаю, до конца подвиг святителя Николая непонят. Говорит сам святитель Николай в будущем, в будущем, когда вот он свои воспоминания там фиксировал, вот, а говорит о том, как он изучал японский язык. По 14 часов он занимался изучением языка и воскликал, восклицал, много потрачено времени и труда, пока я успел присмотреться к этому варварскому языку, положительно труднейшему на свете. Ну, а он еще попутно сокрушался, что в сутках мне жаль, что мне 100 часов, попали только 24 часа. Ну, а один из католических миссионеров, которые были на тот момент уже в Японии, он как-то написал, что японский язык, несомненно, изобретен самим дьяволом с целью оградить Японию от распространения в стране христианства. Вот, как бы, такие вот отзывы от трудностей изучения, познания японского языка. Ну, нам, конечно, наверное, трудно понять эти сложности. В наших европейских языках сколько букв? Ну, 20 с лишним, 30 там, 30 с лишним. А вот при изучении японского языка нужно было для начала выучить как минимум две тысячи иероглифов. Это вот уже о чем-то, наверное, говорит. И вот святитель, будучи святитель Николай, ходил по населенным пунктам. И не просто ходил. Он вступал в живое общение при любой возможности, при всякой возможности. И целенаправленно ходил в синтаистские кумирни, в буддийские пагоды, беседовал с бонзами. Ну, были еще какие-то определенные там помещения, как говорильни. Специальные люди собирались, чтобы пообщаться, поговорить, какие-то темы обсудить. Ну, вот слушая буддийских проповедников, отец Николай старался понять и усвоить приемы японского красноречия и особенности мировоззрения японцев, вот тоже немаловажно. Ознакомившись с буддийскими священниками, он стал с их помощью читать трудные для понимания буддийские и конфуцианские религиозно-нравственные сочинения, имевшиеся в консульской библиотеке. Спустя семь лет после разговора с владыкой Иннокентием, который его и наставлял о необходимости, как первейшей задачи изучения японского языка, и вот он написал святителю Иннокентию в письме «Ваш совет я свято хранил в памяти и старался следовать ему. Раскрылись передо мной японские книги, свободно течет, хотя и с ошибками японская речь». Ну вот еще о трудности миссионерства, трудности прививания, привития веры христианской и то, чего связано с этой верой, внешнего проявления, обряды. Также вот об этом немало было сказано и написано. И вот архимандрит Сергий, строгородский будущий патриарх, который был дважды на Японии, в миссии трудился два с половиной года, полтора года, он писал так. Так, японцы с их буддистским культом предков обставляют похороны весьма пышно и торжественно, с роскошной гробницей, с флагами, с особыми фонарями на шестах. Так торжественно у нас в России совершается только перенесение мощей святого. Когда трудами иеромонаха Николая появились первые православные японцы, они стали жаловаться русским священникам, что соплеменники презирают их христианский похоронный обряд, говоря им, вы отправляете своих покойников точно какой-то товар. Я посоветовал им устроить хорошие носилки с украшениями, с сенью, обещал похлопотать в Токио, чтобы их катехизатору разрешили в таких случаях надевать стихарь. В России, может быть, такие заботы показались бы суетными. Здесь же вопрос о похоронах совсем не пустой вопрос. Многие будут судить о вере по тому, как верующие относятся к своим умершим. Тем более, что почти только в похоронах та или другая вера и выступает открыто перед глазами неверующих. Вот другой пример, связанный уже с венчанием. Прошу улыбаться, но громко не смеяться. Много хлопот доставил обычаев взаимного поцелуя. Долго пришлось толковать новобрачным, как нужно сложить губы, что с ними делать. И священник, и катехизатор, сложив и вытянув губы, присерьезно держали молодых за затылки и старались свести их лица для поцелуя. А молодые, не понимая, чего от них хотят, наивно пятились один от другого. Почему? У японцев ведь нет поцелуя, даже родители не целуют своих детей. Вот видите, какие трудности, о которых мы никогда бы и не подумали. Ну, это трудности, конечно, можно сказать, легкие и преодолимые. Святителю Николаю, когда он стал мастерем японским, с первых шагов приходилось учитывать все эти и другие подобные различия в культуре двух народов, чтобы не дать им стать преградой между ним и японцами. Уважительное взаимодействие с национальными обычаями японцев, он старался сделать для них церковь родным домом. Например, как и все его прихожане, он никогда не входил в храм в обуви и благословил слушателей во время проповеди сидеть по-японски на полу. Во время Пасхи он христосовался со своей паствой тоже на японский манер, даря каждому расписанное пасхальное яйцо, прибавляя к этому вместо обычного троекратного поцелуя ряд особых церемониальных поклонов. Сейчас вы видите на слайде цесаревич Николай во время 1891 года, это когда было покушение, он был приглашен на освящение собора, это немножко вперед забегая, но он не присутствовал после покушения. Справа этот полицейский, который нанес удар своей саблей. Вот само обращение японцев к христианству, конечно, кроме вот этих моментов, порой кажутся забавным, были, конечно, и другие. От японцев требовалось преобращение изменения, конечно же, всей их жизни, пересмотра многих представлений о жизни и смерти, о добре и зле. А это было непросто. Например, в японском языке нет даже такого понятия – вера. Как известно, отсутствие в языке какого-то слова фиксирует отсутствие того, что им обозначается. Японцам, которые всегда стремятся найти всему рациональное объяснение, вера дается гораздо сложнее, чем многим другим народам. Что именно поверить в воскресение Спасителя, в бессмертие души, воскрешение мертвых, японцу, привыкшему иметь дело не с религиозной верой, а с религиозным учением, требуется употребить определенное усилие, чтобы оторваться от привычной логики, рискнув признать возможность существования того, что не существует. Также и с важнейшими христианскими понятиями трудно было усвоить, трудно было принять, трудно было понять. Воспитанник мессийской семинарии Сергий Сёдзи в своей статье «Как я стал христианином» вспоминает, «Сколь трудно было ему на первых порах даже понять заповедь «Любите врагов ваших» и уж тем более принять и исполнять ее». Эта заповедь вступает в резкое противоречие с убеждением японца о необходимости отомстить своему врагу. Отмещение считалось делом чести. Священнику пришлось очень долго объяснять юному Сёдзи, в чем состоит великий смысл этой странной заповеди, прежде чем отрок согласился понять и принять ее. Также еще для японцев нелегко было понять, что такое грех. Само понятие греха не давалось им. Выражение «все мы грешники» озадачивало японца, потому что оно звучало для него как «все мы преступники». Подобные примеры, в общем-то, можно и дальше было бы продолжать. Но кроме трудностей вероучительной области, новообращенному японцу приходится нелегко и в повседневной жизни, практике. Ведь ему необходимо поменять весь образ жизни и связанные с ним бытовые и обрядовые навыки и установления. И особенно тяжело это было, потому что они никогда не видели примеров православных образцов поведения. Не знали они, что значит перекреститься, как это принять благословение. Все это приходилось, конечно, заново совершенно с нуля познавать, принимать и исполнять. Вообще в их религиозной жизни было намного все проще. Подойдешь к храму своему, кинешь монетку в жертвенник, поклонишься, похлопаешь в ладоши – все, дело сделано, можно идти дальше. Но вот связанные с нашей верой, с христианской, православной посты, долгие службы, какие-то ограничения церковные, запрещения даже – все это, в общем-то, и от нас, от коренных православных требует постоянных усилий самоопределения. А вот таково это было для японцев, особенно на первых порах, но они были все-таки искренни и ревностные. Позже, во время русско-японской войны, тогда было очень много в Японии русских пленных солдат, японцы, уже тогда священники были японцы, окормляли их духовно. Русским нельзя было там находиться, в лагерях, в местах, где находились русские военнопленные. И вот тогда, именно в этих местах, православным японцам пришлось соприкоснуться с нашими русскими. Они сочли такой контакт даже полезным для себя. Японских священников, например, поразило теплое, сыновнее отношение русских верующих к ним, своим пасторям. Для них было непривычно и радостно слышать, как русские богомольцы величали их ласковым словом «батюшка». Также было непривычно видеть, как каждый пленный старается купить хоть одну, хоть маленькую свечку, поставить ее перед иконой и помолиться. Но все как бы вот со временем это познавалось, принималось и давало, конечно же, свои плоды. Вот первые духовные чада у отца Николая появились где-то через 3-4 года после того, как он придул в Японию. Но на широкий миссионерский путь он смог выйти, в общем-то, лишь только через 8 лет, как мы говорили, и то не до конца. Потому что еще потом принимались законы, ограничивающие проповедь христианства, причем, опять же, такие строгие. Лишь только в 1873 году были отменены, и тогда уже дело проповеди пошло более широко и успешно. Но вот если мы говорим о трудностях, связанных с языком, с культурой, бытом, с трудностями понимания основных вероучений, православия, христианства, то были, конечно же, и другие трудности. Трудности личной борьбы, внутренней борьбы отца Николая. И он об этом, конечно, очень много говорит. И вот когда мы читаем про эту борьбу, мы понимаем, какой труд он понес, и в какой борьбе он победителем вышел. Но вот что он говорил о своих, даже иногда бывает и сомнениях. Один Господь знает, сколько мне пришлось пережить мучения в эти первые годы. Все три врага, мир, плоть и дьявол, со всей силой восстали на меня и по пятам следовали за мной, чтобы повергнуть меня в первом же темном узком месте. И искушения эти были самые законные по виду. Разве я, как всякий человек, создан не для семейной жизни? Разве не можешь в мире блистательно служить Богу и ближним? Разве, наконец, не нужны ныне люди для России более, чем для Японии? Ну и так далее. Тысячи наговоров выливают тебе в уши. И это каждый день и час, и наяву, и во сне, и дома, и в теле, и на молитве, и в церкви. Много нужно силы душевной, великое углубление религиозного чувства, чтобы побороть все это. Некоторые считают эти слова, эти слова святителя, принимают как важнейший документ современного подвижничества. В общем-то, суть искушений остается вековечной. Что в первые годы или века монашества, подвижничества, что и в 19-20 веке. Может быть, формулировка немножко меняется, но суть одна и та же. Мир, плод и дьявол. О чем это еще говорил и сам Спаситель. Сам отец Николай был настоятелем православной церкви при русском консульстве. Вот в Хакадате, о чем мы говорили. Конечно же, он и увидел, и испытал на себе злобное отношение к местному населению. И вот в самом доме консула Гашкевича он неоднократно встречался с местным жрецом синтаистским, самураем Савабе. Он приходил в дом консула давать уроки фехтования сыну консула. Вообще, японцы очень искусны в фехтовании, а в самурайских семьях, как это было и у европейских рицарей, особое внимание всегда уделялось владению оружием. Сам Савабе, это тоже примечательно, происходил из знатного, но обедневшего рода Кувазу с острова Сикоку и зарабатывал уроками фехтования, странствуя по разным городам и селениям Японии. Поэтому он хорошо знал свою страну. Наконец, он, когда поселился в Сакадате, женился на дочери жреца древней синтаистской кумирнии, как раз, скажем так, фамилия Саваба, это фамилия его жены и тестя. И он принял фамилию эту и вместе с тем принял жреческий сан наследственной семьи и место служения тоже наследственное принял. Значит, сам святитель Николай так рассказывал о своем знакомстве с ним. Мирно и безмятежно жил Савабе в язычестве. Будучи жрецом древнейших в городе кумирнии, он пользовался уважением народа, получая значительные доходы и зная только довольство и счастье. В семействе у него была прекрасная молодая жена, маленький сын и мать жены. Он был горд своим отечеством, верой своих предков, а потому презирал иностранцев и ненавидел их веру, о которой имел самые неосновательные понятия. Отец Николай, встречая Саваба, замечал особую враждебность этого человека, глядящего на него с нескрываемой ненавистью, и однажды спросил его, за что ты меня ненавидишь? Тот ответил, за твою веру. Вы пришли к нам, чтобы погубить нашу страну и посеять среди нас измену. А знаешь ли ты христианское учение? Не знаю. Так справедливо ли осуждать то, чего ты не знаешь? Саваба был, конечно же, фанатиком, язычником, но он был честным и справедливым человеком, и хотя неохотно, но все же сумрачно согласился. Ну, говори. Тогда вот началась первая огласительная беседа миссионера со жрецом. Это было уже три года спустя после приезда, и сам отец Николай уже мог излагать свои мысли по-японски. Он в рапорте Священному Синоду докладывал о своих беседах. И вот, когда он начал рассказывать Саваба историю Ветхого Завета, тот сразу вынул бумагу и кисть и стал записывать, что было ему уговорено. Причем он достал кисть и бумагу. Отец Николай отмечал, что все ходят, японцы и мужчины, и женщины, в кимоно с широкими рукавами. А эти рукава были как бы и карманами. И в этих карманах было то, чего он сразу бы и не ожидал увидеть. Вот тут он, видимо, из кармана Саваба и достал письменные принадлежности и стал записывать. Речь на каждом слове прерывалась возражениями и объяснениями, но со дня на день возражений становилось меньше, и он тем усерднее продолжал ловить на бумагу каждую мысль и имя. Он митрополиту Петроградскому, Новгородскому и Сидору, отец Николай, так писал. «Ходит ко мне один жрец древней религии изучать нашу веру. Если он не охладеет или не погибнет от смертной казни за принятие христианства, на тот момент еще возможно было так, то от него можно ждать многого. Саваба спорил и рассуждал, но благодать Божия действовала на него, и он все более проникал к христианскому учению». Потом, со временем, когда уже слушателей стало больше, разные проходили они этапы, ну, допустим, тот же Саваба. Он рассказывал о том, что он продолжал исполнять свои обязанности жреца. Вот он сидел, читал текст, в определенный момент и в барабан бил вместе со своими единоверцами, ну, как бы единоверцами с японцами. Но вот у него было раскрыто Евангелие на китайском языке. Все собравшиеся японцы, конечно, не подозревали, что он читает именно священное писание. В нужный момент бил барабан, ну, и как бы видимость того, что происходит какое-то собрание, может, даже богослужение языческое. Но потом, когда все-таки открыто исповедовал Саваба, то претерпел очень много лишений. Жена, когда узнала ему о том, что он отказывается от жречества, то, что он принимает христианство, она вообще тронулась умом и подожгла свой дом. Но был сын же у Савабы, он остался жрецом и, в общем-то, кормил себя и больную мать. А отец Савабы всецело предался странничеству и проповеди христианства, конечно, уже без достатка материального, уже в нищете. Но нищету терпел не один только Савабы, но и другие проповедники японские. Сердце сжимается от скорби, когда подумаешь, сколько они вместе натерпелись бедности и тесноты. Проповедников было немного. И обычно один проповедник должен был обслуживать несколько районов. В общем, можно понять подвиг, определенный подвиг, да не определенный, наверное, такой мощный подвиг людей, которые отказались от почета, уважения в обществе, от материального достатка. И вот всем сердцем уверовали, всей душой, всей крепостью, всей силой своей уверовали во Христа и пошли на такие вот трудности. И, кстати, отец Николай вышел, в общем-то, на апостольский подвиг сам в 33 года, мера возраста Христова. Ну вот, позже отец Николай переехал в Токио, а в Хакодата остался его помощник. И вот уже в Токио начинается как бы новый виток проповеди христианства, связанный, опять же, с нуля приходилось начинать, и этот новый виток связан с выбором участка, помещений, ну и потом, чуть позже, конечно же, и со строительством храма, скажем так, кафедрального собора мощного, потом об этом, может, позже. Вот. И что мы можем отсюда еще для себя подчеркнуть? Вся его деятельность, она, должность его, миссионера и забота его, они не только как бы в том, что вот нужно что-то найти, что-то добыть, средства для развития. Мы знаем о том, что в первую очередь для миссионера важно что? Изучив язык, начать переводить священное писание и богослужебные книги, и готовить помощников, катехизаторов, миссионеров. И вот с этой целью, вот приобретя в Токио земельный участок на вершине холма Сурагадай, там планировалось разместить домовую церковь, духовные училища, сначала для мальчиков и юношей с программой семинарии, а позже и женское училище. Потом квартиры нужно было, чисто бытовые такие моменты, квартиры начальника миссии, его сотрудников и подсобные помещения. Вот при ничтоженных материальных средствах уже архимандрит Николай осуществлял это великое и важное дело. Но материальные административные заботы не отвлекали, конечно же, его от самого главного, от духовного строительства японской православной церкви. Все настоятельно и ощущалась нужда в священниках и деканах японцах, так как число обращенных непрерывно возрастало. Уже в 1874 году отец Николай просил епископа Камчатского Павла приехать в Хакодаты и рукоположить лучших катехизаторов Павла Савабы и Петра Сагава в Аиреев, а Петра Каваба в Адьякона. Но какие-то обстоятельства складывались неблагоприятные, и епископ не мог приехать. Но в этом-то, в общем-то, святой Николай усмотрел божественный промысел, и он с самого начала думал о необходимости соборности как движущей и организующей силы церкви. Он увидел необходимость соборного избрания национального священства, а не назначения сверху. И вот в 1875 году, можно сказать, на соборе были предложены кандидаты, выдвинуты кандидаты для осана священного. Но примечательно, что отказались по своему смирению, по скромности. И отказался, кстати, и Павел Савабы. Это на четвертом заседании. Отец Николай объявил, что он один будет, дал согласие, когда его повторно уже увещевал отец Николай, и он дал согласие. И вот когда отец Николай объявил об этом, и говорит, пусть он теперь говорит. Тот поклонился и произнес. Я грешный, недостойный раб. Позавчера был выбран во священнике. Но считая священное служение очень тяжелым, и высказав разные другие причины, отказался было от священного сана. Но на это я не получил от церкви разрешения. До настоящего времени пораженный я не вхожу в слов. Одно только прямо могу сказать. Именно, что все мы всецело предали себя на служение церкви и поручили себя водительству духовного Отца нашего. Повинуясь его увещаниям, я нашел своим долгом согласиться на требования церкви и с благоговением подчиняюсь ее велению. Вот и был рукоположен, когда все-таки ладыка Павел смог приехать, первый священник из числа японцев, из японской паствы, из тех, кого обратил отец Николай. Вот фотография священника Павла Савабы. Я думаю, история с ним, с этим священником, его история очень такая замечательная, примечательная, знаменательная. Язычник, жрец, ненавидящий христиан, ненавидящий лично отца Николая. Он потом сам Саваба признавался о том, что он хотел убить его. И об этом писал святитель Николай в письмах на родину, в Россию. Вспоминал об этом. Вот такое чудесное преображение, можно сказать, или души человека. Такое чудесное обращение. И, конечно, в этом заслуга отца Николая, великого японского миссионера. Вот благословите, владыка, на этом сегодня закончить. Общение, лекцию. Другой отец Алиси, отцев священников, матушек, благодарим вас за интересный рассказ. Ну, здесь хочется что добавить. Неизвестно, сколько тысяч было пленных русских солдат. 70, по-моему, тысяч было. Но они находились в разных местах. И поэтому в разных местах они окормлялись разными людьми, священниками. То есть огромное количество, можно сказать, было пленных. Вот десятки тысяч. И тоже это было по промыслу Божьему. Они, находясь в таких обстоятельствах, с удивлением, конечно, увидели японских священников, конечно, радовались. И, как вы сказали, японцы видели для себя в этом тоже промысел Божий. И учились простому благочестию, благочестимому отношению к священнику у наших русских пленных. Вот такое взаимное утешение было. Да, взаимное. Хотя скорбные обстоятельства, разумеется, война очень жестокая была. И наши утешают, что идет японец, ну, священник, батюшка называли. И тот японец идет, ну, вот это, да, чадо такие, мужики серьезные, воины, и так вот ласково обращаются. И, конечно, это передавалось потом из уста, и это было нравоучением для этой японской паства. И второе, вот хотел спросить, Павел Савабе, он русский язык освоил и церковнославянский, или все же только на японском общались? Ну, этого я вот именно, этот момент я не встречал, освоил или нет. Все-таки там была первоочередная задача на японский все перевести. И использовали, конечно же, японские тексты. Вот, но нигде, я скажу честно, я не встретил о том, что отец Николай, или впоследствии святитель, архиепископ Николай, вот, говорил о необходимости, там, или вообще упоминал хоть каким-то образом, что они где-то что-то читали на... Вот в семинарии, там, вот программа, сейчас я даже не скажу, там, по-моему, там было. Но на семинарии, если у меня получится, там немножко можно будет затронуть. И еще удивила речь Павла Савабе перед рукоположением. Вы знаете, это речь святого человека, чувство дыхания, такой благодати, настолько он смиренно высказывал свое отношение к этому избранию, к великому сану священника. Это просто удивительно. И для нас, поучительно, для тех, кто уже принялся, как надо относиться к этому... Да, Владыка, я вот именно, ну, не до конца, но все-таки подробно остановился, вот, на истории первого японского священника Павла Савабы, потому что, действительно, это поразительный пример, вот, и благоговение, и страха Божия, и, как вы сказали, почти святой или святой человек, действительно, в тех условиях, чтобы он же был в темницу заключен, когда вот открыто уже признал и ждал, в общем-то, смертной казни, можно сказать, когда он находился в заключении. Вот, но он, да, он исповедник, то есть вот такой вот духовный сын, духовное чадо святителя Николая, вот, и такое вот яркое по христианской жизни, по христианскому сознанию. И вот очень характерный рисунок, до этого слайд был, как с ненавистью самурай смотрит на священника, и с добротой смотрит священник на самурая. И, действительно, тут мы видим, что добро побеждает зло. Если самурай ненавидел батюшку, то отец Николай уже любил этого самурая, видя его бессмертную душу, желая ему спасения. Этот желает ему смерти, а батюшка желает ему спасения. Ну, это тоже для нас пример, конечно. И сам вопрос, за что ты меня ненавидишь, уже подразумевал, ну, сознание отца Николая, я думаю, вступить в разговор и привести к вере человека. И тут сократически такой диалог состоялся. А можно ненавидеть то, что еще не знаешь? Ну, приходится сказать, что надо бы изучить тогда. Да, ну, вот задатки в нем были, честность, от чем отмечается, честность, тяга справедливости, рвение. И поэтому вот эти вот зачатки, эти семена дали свои всходы именно в том, что он и принял веру. И здесь опять метод еще с того апостола Павла, который, в общем-то, не с ненавистью накидывался на язычников, а говорит, хвалил вас за ваше благочестие, потому что среди многих жертвенников встретил и неведомому Богу жертвенник. То есть и здесь святитель Николай пытался найти, как вы говорили, их искание, искание, стремление и, основываясь на этом, уже подать им эту истину, которую они неосознанно искали, лучших представителей японского народа. Благодарим, отец Алексей, и всех благодарю за внимание. Спасибо, Господи, Владимир Владимирович. Спасибо, Господи, отец Алексей Владимирович.